смотрите какой был огромный какое было огромное дерево елка была огроменная это все что от нее все что от нее осталось и здесь кисличка прижилась вот что-то внутри какая была она уже все пустая тут какие-то остатки грибов старых каких-то это места вообще опят здесь их очень много бывает вот на таких всяких там старые дождевики прошлогодние помните сколько у нас было дождевиков миллион вот это все дождевики старые и здесь на пне маленькая елочка хочет расти ее бы вот отсадить во что-то тут мох такой вот вот хорошая лесная медуница услышно даже отсюда сирена скорая помощь прям в лесу слышно вот самая хорошая лесная медуница ее хоть так есть можно хоть сушить и заваривать от кашля от всего скоро она загрубеет и будет нехорошая а сейчас она самое то цветы закончили цвести и вот ее можно насобирать у кого кто кашля мучается всегда вот привал я опять немного салату сделаю и сегодня я сделаю с яйцом и картошкой без огурцов вот немного травы я надо так пожаркой а потом уже туда крошить тут прямо вон растет медуница делай что хочешь вот сейчас будет салат вот вот такой вот салат тут хлеб ну короче все валяется пять минут и дальше поля рыбак он тоже все походе старается есть все природное все что поймал все что нашел берет с собой мало вот мы тоже салатик сделаем конец дождя можно покушать салатик скушали дрозды вообще кричат скачут все равно лето так будешь сидеть дома и зима наступит все равно надо ходить раз в неделю если сходить как это получается всего четыре раза в месяц сегодня утром видела три дрозда белку гнали в верхушках так хочу посмотреть лягушачью икру в том водоемчики это лужа гигантская есть река недалеко там тоже папоротники встают такими страшными штуками а ну вот где короче зеленая трава это все икра закончился привал идем через лес дрозды непрестанно трещат ой это меня уже заносит так ой вон их сколько выходим на полянку посмотрите уже скорлупки сейчас очки сниму ой это уже значит вылупились птенчики это голубое это дроздовое все уже вылупились этот треск то стоит они их кормят видимо торопятся все метров четыреста пятьсот проходишь и лес совсем другой здесь вот такой конечно грибов то нет я просто так хожу дрозды прям не исцуют просто хожу здесь брожу пойду я к сосне ближайший кто и хотя бы наконец-то уже эти штуки выросли на них на соснах ой сколько птиц три скотня стоит и такие красивые елки с такими штуками ой это вообще прямо красавица а там черемуха лесная ой как пахнет вкусно смолой соснами елками о какая красивая черемушка здесь такая елочка вся в штучках ой как хорошо пахнет может быть звездышко где-нибудь есть дождь закончился но очень сыро такое здесь местечко хорошенькое там все птички поют вон какие капельки я тут хожу пасусь там сосну вижу когда что-нибудь пообрываю с нее я хочу вот этих насобирать штук свечек меня вот спрашивают где рвать шишки где что а вы вот найдите попытайтесь вот такой молодой какой-то нарождающийся лесок я знаю одно местечко да и хожу сюда здесь низко все растет шишки потом будут тоже рвать низко о смотрите побеги вот эти вот я делала в том году вот такими на стойку чисто такими вот они видите они будут побольше 10 сантиметров это тоже хорошо видите нынче оно еще только начинает вот вот это нарвете такие штуки и на стойку можно сделать в руке это прямо обалденно вот вот эти штуки я собираю это они маленькие конечно только начали ну и сделаю таких потом побольше будут сделаю потому что на будущее надеяться нельзя вдруг не будет шанса вот это вот надо и когда сделаете на стойку выпейте а эти штуки можно прямо съесть они мягкие будут и не ну не противные вот эти вот они маленькие а потом они будут побольше потом они будут побольше сантиметров 8 тоже хорошо вот оно такое вот вот я делаю из такого водкой заливаешь или там спиртом каким-нибудь либо это заморозить можно кто-то говорит что вот ну водка вредная там все кому нельзя например сделайте прям стрекочет там там гнездо видать ой улетел стрекотал вон их миллионы некоторые делают как заморозят потом в нужный момент необходимый их заваривают как-то или настаивают просто на воде настаивать можно уже смотрите сами по своим если детям например сделать водный настой какой-то товарищи видно нет в эту камеру впереди вот голенькое дерево и на нем красненькая птичка слышите вот она впереди блин видно нет я что-то не взяла эту хандикам вот она впереди красный живот у нее поет так их две вторая улетела а эта на кончике сидит ой ласточки летают эти стрижи что за птичка да а та откликается полетела улетела уже кстати и шишки есть маленькие на соснах ну и вот эти вот потом свечки то будем собирать опять ветер поднялся здесь будет стойбище люпинов вот они начали расти люпины пройдусь еще по этому леску ну тут грибов то конечно нет ну просто так вот лютики уже отцвели лютики отцвели тогда еще были подснежники последние сегодня уже все ну здесь я просто пройдусь не за грибами комаров нет но мушки какие-то начинаются видимо потеплело и мушки начались так какие-то старые трутовики столько бересты вообще классно так это видимо тут старые дождевики какие-то куда податься солнце выглянуло в который уже раз хорошо вообще птичка поет где-то далеко так ну ничего нет просто так иду тут раз лиса-то попалась но многие пишут что не видно ее надо на большой экран делать и в центре она там еще пасмурно было по-мягкому еду здесь осины все в основном и вода вообще так-то стоит вот мокрое место скоро ли будут грибы иду осторожно тихонько берегу ноги и глаза по лесу бегать не надо по лесу надо ходить тихонько я пришла в лисичник но многие пишут что вот у нас уже лисички но нам-то еще до лисичек еще чуть не месяц ого это дрозд я думаю кто там бегает так вот на ровное вышло чуть-чуть там вот дальше видите проплешина а там опять туда я не ходила никогда там наверное это или речка или болото не знаю не люблю по таким местам ходить я по ровному то падаю запинаюсь опять там туча над нами туча скоро придет сюда короче вот ничего нету как вы видите грибообразного ничего нет ведь ветер подул еще листья старые не не сгнили все выхожу я обратно на поляну сосновые эти фигнюшки еще маленькие нет я чуть-чуть пособирала их на еще неделю подождать наверное неделю точно в том году я уж в конце июня это все собирала так что еще рановато ну ладно покажу я нам на 10 дней пишут не больше 11 градусов сейчас посмотрела прогноз и все каждый день осадки где-то бы выйти о как нависло может на голову упасть скорее скорее пробегаем о скрипнуло как страшно как страшно скрипнуло все выхожу ой-ой-ой пролезу я в эту дырку я-то пролезла а рюкзак-то нет ну вот и рюкзак тоже пролез и вот мой только не порвать мой новый плащевик выходим все вышли я тут в общем пасусь на этом поле и все щавель собираю здесь его миллионы уже три кулька надрала и большой и маленький попадается вот все в щавеле буквально вот этот мелкий этот мелкий а так там у леса это вообще крупняк вон на кочке какие огромные щавелища так собираю тут хожу здесь тоже полно но много присядешь и порвешь и вот 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 тут тоже и самого-то леса его вообще много с щавелем можно даже пирожки делать окрошку сегодня сделаю из дикоросов сейчас классу купим на обратном пути около дома и там огурцы и яйца уже есть картошка вареная дома и всяких дикоросиков добавим сколько полно здесь здесь опять все темнеет ладно выходим туда вот эти синие цветы цветут такие вот у меня в книжке написано как они называются я забыла так ну все выходим в сторону дома ну в сторону из леса в смысле идем домой что-то так пасмурно вот как будто октябрь сентябрь комаров нет когда в лесу и уже такая осенняя тоска как-то короче плащ этот оказался позорный я его в двух местах порвала уже сегодня вот непригоден он оказался для леса ну ладно другой буду покупать так что вот выбираемся кто еще не подписался подписывайтесь на канал пишите комментарии только я вот не успеваю всем отвечать но читать я все читаю всем удачи всем пока вышло солнышко и стало тепло на обратном пути как всегда когда не надо товарищи видно нет гнездышко и он их кормит а там детеныши вращели не видно нет гнездышка птенчики сидят птенчики сидят сидят вот птенчики и и и и